здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня я хочу закрыть на зиму болгарский перец который я буду фаршировать капустой вот такая у меня выросла капуста огромная вот на три с половиной килограмма вот морковочка значит нам надо будет еще помидоры черрики и чесночок значит что мы сейчас будем делать начнем с капусты я капусту пошинкую добавлю туда морковочки посолю по сахарю и поставлю чтобы она немножко как бы промариновалась вот с перцем что мы будем делать перец нужно проблансировать немножко значит плодоножки я не буду убирать почему потому что чтобы когда они немножко будут помягче я просто их вырежу аккуратненько чтобы вот этот остался бортик чтобы у нас капуста не выскакивала когда мы начнем ее фаршировать в банке там рассол вот поэтому как бы перец вот таким образом будем готовить ну сейчас буду все делать и показывать вот такая на срезе красивая капусточка моя уже половинку я пошинковала тяжело держать ее в руках очень тяжело шинкую я вот на такую терочку моя любимая уже руками я разучилась вот ну не так ее много получается если даже нам останется она не начиним весь перец вот ничего страшного это будет соленая капусточка поехали дальше вот нашинковала я капусточки и морковки на корейской терке вот положила сюда горошек перчик вот лаврушечку надо я потом сюда стану перец оставится конечно ничего страшно когда он будет попадаться вкусненько будет а лаврушку вытащу вот и положу потом ее в наш маринад но все оставим и будем заниматься перцем и банками ну вот перчик получился мне фос-мажор в этом году делаю первый год поэтому хотела в литровые банки закрывать ночи то я вот мне угощали в литровых но получается там всего по два перца как бы меня это не устраивает поэтому сейчас начиню помидорчик это сначала перчики банки стерилизуются у меня полторушечки вот я положила немножко капустки вот и чтобы вот этот хвостик заполните кусочек чесночка и маленький черек вот и все и дальше еще хорошо набиваем капусту капуста хорошо постояла дала сок сейчас я этот на носок и буду и заливать ну как бы делать маринад и использую этот сок какая разница тоже уже с солью и ну вот такие вот получаются эти хорошие ну и сейчас простерилизую банки и тогда покажу как сока будет помещаться уже в полторушки нашла я выход из положения взяли мы вот эти мои бочоночки любимые значит на дно я положила зеленушки ну здесь базилик и сельдерей вот и вот так вот получилось ну где шесть где семь ну смотря зависимости от того какие были у меня перцы ну в общем зря я конечно посмотрела видео и думала что у меня вот эти вот большие так получится ну надо поменьше короче надо было нарвать перчиков но ничего страшного значит вот получилось у меня 5 полторушек значит рассол рассол с медом на литр воды столовая ложка соли неполная и столовая ложка меда вот это у меня кипит сейчас я буду им заливать но я туда вылила вот от капусты был немножко как бы рассолчик чтобы она вкуснее было и там масло по рецепту ну я решила не класть его в общий рассол а я раскалила по 2 столовые ложки масла и сейчас я в каждую баночку налью растительная обыкновенная никаким оливковым не пользуюсь я его терпеть не могу я пользуюсь нашим советским слобода маслом будем говорить белгородским белгородской слободой вот самое лучшее масло растительное ну не люблю я вареное масло растительное поэтому как бы получается даже больше положила 10 ложек из-за того что она расширилась получилось немножко больше долью ну все значит поставила свою любимую кастрюльку на стерилизацию салфеточка естественно внизу ну и сейчас нагреется вода потому что я заливают сюда горячей водой потому что так раз у нас горячий вот ну эти банки наверное минут после закипания на на минут 15 постерилизую как-то вот так ну такие у меня получились перчики красавцы все но в общем в общей сложности они мне стояли час десять пока вот закипели и потом уже стерилизовались но все сейчас я буду переворачивать их вверх дном и еще они будут накрыть крышка снов сверху будет допариваться ну вот что я хотела показать спасибо за внимание заходите на мой канал подписывайтесь и до с вами марина матвеева поехали всем пока всем пока всем пока